Друзья, похоже, в Анталии уже наступило лето, хотя даже ещё не закончилась календарная весна, потому что у нас сейчас 30 марта, просто жара невыносимая. Если что, я в шортах, в белой рубашке, и мне жарко, и посмотрите на моего мужа счастливого. Этот человек уже искупался и кайфует на солнышке в красных труселях. В форме звезды, и через несколько дней уходит на Ликинскую тропу. Привет, друзья! Мы на канале Мама на море, канале об отдыхе и жизни в Турции. Сейчас мы находимся на набережной нашего любимого района Коньялты, где мы и живём с семьёй. И сейчас мы солимся на танцах, мы решили прогуляться по бич-парку. Это такой, скажем так, район в нашем длинном пляже Коньялты, который 6 километров, и показать вам, как сейчас там всё, там каждый месяц какие-то обновления поединки. Ну что, вот, друзья, наш бич-парк. Начало бич-парка. Это набережная Коньялты. Здесь есть вот такие большие детские площадки. Есть площадка спортивная мужская, но они, парни, занимаются. А вот здесь, вот на этой площадке, здесь на этой площадке все прыгают на роликах, прыгают на скейтах, на всём подобном. Вот, занимается разными такими экстремальными вот на велике, на скейте, ребята. Так, люди, смотрите, первый раз вижу моторные яхты вот в этом месте. Куча яхт вообще прекрасных. Кстати, друзья, у нас на сайте antaliada.ru есть раздел аренды яхты. Вы можете арендовать яхту напрямую под капитанов. И это уже можно делать прямо сейчас, потому что, потому что сезон уже начинается, и яхты довольно заранее все бронируют, чтобы вам была удобная дата на ваш день рождения или какой-либо другой праздник. Поэтому уже сразу переходите по ссылке в описании к этому видео и бронируйте свою яхту. Здесь арабика кофе, хорошая, кстати, кофейня, большая, здесь всегда много людей. И вот уже начинается, скажем так, основная часть бич-парка. И первое, что мы здесь видим, это скейт-парк. Мы, друзья, поняли, что это за яхта. Это предвыборная агитация. Завтра в Турции в выборе 31-го числа будет вместо муниципалитета выбираться... Боже, как они скачут. Будут выбираться кандидаты, будут выбираться мэры в наши главные администрации районов города. В Анталии несколько районов тоже будут выбирать главу района. И что я еще хотела сказать? А, то, что в Турции штрафы за неявку на выборы. 350 лир. Выборы будут завтра. Предвыборная агитация продолжается. У нас здесь есть такая вот велодорожка, которая идет на протяжении всего пляжа Коньялты. 6 километров. И вот здесь в начале, рядом с трамплинами для разных экстремального вида спорта, есть еще место для аренды великов на прокат, вот этих электрических байков. Здесь можно все снять в аренду. Давайте покажу вам цены. Если по-простому, то велика на 1 час 100 лир. Это сейчас 300 рублей. Здесь кофейня. Опять же, сегодня выходной, поэтому народу здесь много. Излюбленное место для отдыха в нашем районе. Тем более, сегодня такая классная погода. Так, смотрите, здесь у нас открыли Калипса Бич. Это какая-то модная кафешка, которая сейчас, ну, такая, она круглогодичная и, типа, трендовая и стильная. И здесь, на самом деле, все время что-то меняется. Здесь куча кафе арендованных. И постоянно приходишь сюда, там что-то новое. Поэтому сейчас тоже с вами посмотрим, что тут да как. Главное, не убиться, не попасть под велосипеды. Вообще, что из себя представляет Бич Клаб? По сути, это парк на берегу моря, на набережной нашей. Здесь, с этой стороны, соответственно, слева идет череда кафешек разных-разных. Стритфуд, кофе. Там есть один маркет, один, по-моему, косметический магазин и аптека. А вот с этой стороны здесь, получается, есть бич-клабы с лежачками, но они еще не пооткрывались. Бич-клабы. И там, конечно, вы можете абсолютно спокойно со своим лежачком раскладываться и отдыхать. Здесь есть еще, конечно, детские площадки. Вот, детские площадки. Красиво. Так, вот Робертс Кафе. Одно тоже из больших сетевых заведений в Анталии. Их, на самом деле, очень много. И я бы сказала, что оно не дешевое. Я, если честно, обычно сюда не хожу. Давайте посмотрим цены здесь, потому что, ну, как бы, все равно кафе хорошее. Смотрите, американо 100 лир. Умножаем на 3, получаем сейчас рубли. Турецкий кофе 70 лир. Давайте посмотрим, что-то типа особенных каких-то. Синамон латте 135 лир. Но это довольно-таки дорого. Ну, и давайте посмотрим цены на еду. Менемен 175 лир. Ках, волты, табаки. Это, ну, турецкий завтрак. 340 лир. Тоже довольно-таки высокая цена. Менемен, чтобы вы понимали, это по сути яичница с помидорами. Салаты. Допустим, тавук, цезарь, салат. Это куриный цезарь. 295 лир. Смотрите, народу здесь много, и при этом сидят турки, как бы, несмотря на то, что кафе совершенно небюджетно. Кстати, вот это вот бургерная, на самом деле, прикольная. Она есть у нас и в Лимане. И здесь, видите, открылись. Это сетевое тоже кафе. Что здесь? Давайте обычный бургер. 293 лиры. И вот очень вкусный салат. Вот этот фрут ягли, тарык, цавук. 260 лир. Но это... Это я бы вам советовала больше, чем предыдущее заведение, потому что здесь очень вкусные большие порции. Естественно, друзья, цены сейчас лиров, они просто пугают. Потому что я помню, пославное время, когда мы приехали всего лишь 4 года назад в Турцию, и я покупала за 15 лир суп. Мерджимек чурбасы, да. Тавук, тавук суп, то есть куриный суп. Мы с Алисой брали, и к нему давали салат, и к нему давали хлеб, оливки, помидорки. И я помню, что мы с ней наедались вдвоем этим, потому что у меня там ест салат, я съедала весь свой салат, съедала суп, остатки супа. И, вы представляете, это все стоило 15 лет. То есть мы вдвоем кушали на 15 лет. Тогда, кстати, этот курс был 11, курс это было около 170 рублей. Я рекомендую вам попробовать это заведение, потому что это такой необычный фастфуд, турецкий фастфуд, скорее всего, куриный. И смотрите, какие здесь все-таки вот сеты. Если вы такое любите, то зайдите не в банальный Бургер Пинг Турции, а вот сюда, вот в это замене до ю-йо. До ю-йо. А это тавук джунасы. Я думаю, если вы смотрели мои обзоры, то вы видели его. Это то, что мы обычно выбираем для себя в Турции, когда мы с семьей хотим просто-просто перекусить где-нибудь. Они находятся в любых торговых центрах абсолютно. У нас на районе тоже несколько штук есть. Ну и цены. Вот смотрите, 200-210 лир. А раньше это стоило в лирах 38 лир. Я помню, 38 лир я отдавала за эту тарелочку. Она, кстати, очень большая. На самом деле, наедаться будете всей семьей. Но цены, конечно, аховые. Ну, кстати, чорба здесь продолжает быть очень даже на минимальном уровне. Потому что сейчас чорба и за 120 лир запросто можно где-то найти. Даже еще поискать надо будет. А здесь всего лишь 50. Пиде тоже хорошее заведение. Здесь можно покушать вкусную пиццу турецкую пиде, взять ее с собой на пляж и при этом не разориться. У нас с Йота теперь Глиндвен делала. Смотрите, здесь еще у нас уголок азиатской кухни. Суши Йота. Вот такой доставщик суши у нас. Сетевое заведение. Скажем так, средние суши. И вот цены на это мероприятие. Бомба. 199 лир. Ну, кстати, прилично даже. И здесь Little Vietnam открылось заведение. Я здесь, честно, еще не была. Но очень интересно. Стоп, пойдемте потестим водичку. Напоследок. Камни горячие, как лето. Это пыльца. Это пыль из Египта. Главное, если машина вся в этой пыль. Да. Это огромная Недуза. Кстати, первый раз вижу Недузу в Анталии. Но в этом году почему-то их очень много. Ну что, друзья, спасибо вам за просмотр этого видео. Не забывайте заходить в описание. Там много полезных ссылок, о которых я говорила вам выше. Увидимся на канале Мамы на море в следующих сериях.